Боль с годами лишь притупляется, но не уходит из сердца. 33 года, как закончилась та война, но во снах раз за разом приходит призрак Афганистана. Леонид Сидоренко – боевой офицер, командир пулемётного отделения 66-й отдельной мотострелковой бригады десантно-штурмового батальона. С 83-го по 85-й отдавал свой интернациональный долг. Осколки в теле не дают забыть о пережитом. Ходили на боевые задания. Было всякое. Была смерть, всё видели, конечно. Погибало много. Раненых было много. Мы в основном ходили, задачи наши были блокировать горы. Вылеты на вертолётах часто были. Всякое было. На глазах вертолёт сбивали у меня. Погибали люди. Как сейчас, перед глазами Леонида стоят боевые товарищи, которые не вернулись назад. Поэтому для него 15 февраля не праздник, а День памяти. По традиции, в одной колонии с афганцами, руководство города, депутаты, военные, простые граждане. Десятки людей возлагают венки и цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Минута молчания. Вспоминают всех павших героев. Советский контингент находился в Афганистане почти 10 лет. С 1979 по 1989. Дорогами войны прошло около 30 тысяч белорусов. 771 не вернулся. В том числе 23 бобруйчанина. Мы должны чтить память воинов-интернационалистов, которые отдали свой долг, находясь на той далекой афганской земле. Мы все прекрасно понимаем, наше поколение, что мы благодарны этим людям, потому что мы живем под мирным небом, дышим свежим воздухом, живут наши дети. Мы чувствуем свободу и самое главное понимаем, как все-таки дорог мир, в котором мы все сегодня с вами живем. Война в Афганистане – символ мужества. Советские офицеры и солдаты с честью выполнили свой интернациональный долг. За тысячи километров от родного дома жертвовали жизнями ради мира и свободы. Во время Афганистана наши моряки участвовали тоже в боях, как и десантники. Поэтому мы каждый год приходим, возлагаем венки, отдаем дань морякам погибшим и десантникам, которые отдали свою жизнь, не вернувшись из боя. Эти исторические кадры облетели весь мир. 15 февраля 1989-го последний советский солдат покинул Афганистан, страну, в горах которой навсегда остались 16 тысяч воинов. Прощайте горы, вам бедней, какую цену здесь платили, врага какого не добили, каких оставили друзей. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобрыск-360